Доброй, хорошей традицией стало. Каждый год в летнее время под флагом нашей любимой газеты «Тверской жизни» отправляться в экспедиции по Тверской области. И уже это по счету будет 12-я наша экспедиция, которую мы очень хотели бы провести вместе с вами, дорогие друзья. Нас очень интересует Вышневолосская водная система. Уже многие годы, да, была в 2003 году экспедиция, было трехсотлетие Вышневолосской водной системы. И тогда наши коллеги из Москвы, из Санкт-Петербурга, вот замечательный ученый, известный ученый, доктор исторических наук Усыскин, между прочим, он тоже заслуженный путешественник России. Так вот, Усыскин говорит, друзья, вы же живете на уникальных берегах Вышневолосской водной системы. И почему до сих пор вы туризм-то на ней не развиваете? Здесь же можно было бы не только водный туризм, на катамаранах, на байдарках, можно было бы и автотуризм, велосипедный. Дело в том, что сохранилось еще достаточно много у нас уникальных гидротехнических сооружений. Если получится, а я призываю наш коллектив, и уже есть предварительно договоренность с комитетом по туризму, даже издать в конце года книгу, типа водные туристские маршруты на главном водоразделе. Начнется экспедиция с Покровского, ну, вряд ли здесь, наверное, все видят, но, тем не менее, приблизительно место в Тверской области, или Покровка деревня. И будет двигаться приблизительно вначале в направлении в восточном, северо-восточном, потом в северо-западном направлении, и пройдет по очень интересным местам. Это, во-первых, с гидрологической и с гидрологической точки зрения интересные места, и здесь будут работать наши географы. Гарри Семенович уже упоминал сотрудников. Муравьевы. И Бось Муравьеву, да, и сам Гарри Семенович Горевой, и студенты, выпускники университета, которые, ну, посмотрят основные, так сказать, гидрологические параметры, рек и притоков, через которые будет проходить наша экспедиция, по которым будет проходить байдарочная часть нашей экспедиции. Кроме того, с юга к Вашневолодскому водохранилищу подступают интересные, слабо освоенные места. Поэтому одним из важных направлений в работе нашей экспедиции будет изучение, или, во всяком случае, мониторинг, проверка состояния вот тех особо охраняемых природных территорий, или даже заказников, потому что многие болоты представляют из себя и заказники. Это у нас есть специальные карты, по которым мы знаем, где что находится. Это и проверка состояния, это выявление каких-то новых интересных мест, которые необходимо будет внести для того, чтобы вот этот экологический каркас составить.